главное не упасть сим-сим откройся все ой я забыл как мы импишется это была поездочка чувствую себя как на кориде тареадором вон моя машинка стоит там внизу качает шторм ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй свежо ну все последний рывочек и она дала нефть ну по крайней мере наш не бухает это звук от нашей камеры дошел тогда и поговорим так что здесь все не настоящее тринадцатый день нам сегодня предстоит длинный переезд из лоэна в город берген но наконец-то мы доберемся до бергена но прежде чем отсюда уедем мы поднимемся на sky лифте это лестница в небо канатная дорога которая уходит на тысячу метров даже больше вверх на красивейшую точку осталось только надеяться что облачка разойдутся и сверху будет хоть что-то видно в прошлом веке в этой долине дважды произошла трагедия 1 в 905 году 2 в 1936 вот с этой горы сваливались гигантские камни они падали в озеро и поднимали великую волну это было цунами несколько десятков метров высотой которая смывала все поселения которые находились в этой долине в результате погибло 135 человек и здесь как раз есть мемориальная табличка вот это люди которые погибли в 1905 году а это 1936 сейчас в наше время ученые поставили огромное количество датчиков в эту гору и следят за ее состоянием для того чтобы эта трагедия не повторилась озеро ловатнет одно из самых красивых в норвегии дело в том что его водой питает ледник юстедаль который в свою очередь несет очень много минералов которые окрашивают его воду в итоге получается абсолютно бирюзовое озеро когда смотришь на него кажется что ты на карибском море в норвегии любой житель может помочь ну например пожарным потушить лес или полиции поймать преступника и получит за это премию если другие способы заработать например если у вас в квартире выключили электричество то вам потом заплатят компенсацию вам же причинили неудобства сейчас я буду подниматься на лифте в небо да в норвегии есть такой называется sky лифт так и переводится и это канатная дорога которая поднимет меня отсюда с уровня моря практически вертикально вверх на высоту более километра единственное о чем я переживаю разойдутся ли облака и увижу ли я оттуда хоть что-то пойдем вместе проверим что пора подняться на высоту 1011 метров говорят что это происходит всего лишь за пять минут и это один из самых крутых подъемников в мире крутой канатной дороги у меня угол в конце 50 градусов вон моя машинка стоит там внизу тут невероятно чистые окна я вначале думал что здесь открытое пространство подошел стекло но зато какой вид открывается есть и другой способ подняться на эту гору пешком здесь несколько пешеходных троп и все они очень качественно размечены маркерами чтобы никто не заблудился потому что случаи потери людей в лесу не такие уж и редкие но не в норвегии знаете когда я стоял там на крыше и любовался этим божественным видом я думал вот оно счастье это максимум что можно достичь в жизни но потом я спустился на один этаж вот сюда и здесь у меня чашечка горячего шоколада и вот это вы наверняка знаете что такое снегоступы их начали использовать еще жители севера нашей россии давным-давно но норвежцы придумали эти снегоступы делать из пластика и с дырками но этого вполне достаточно для того чтобы не проваливаться в мягком снегу этот снег который выпал только сегодня ночью он еще очень рыхлый но я по нему запросто иду и вот в таких снегоступах можно здесь гулять представляете где-то там под этими облаками я сегодня ночевал а оказывается сверху то солнце но какой вид это просто божественно а В Норвегии количество паромов не поддается исчислению, их тут слишком много, они есть разные, бывают маленькие, бывают большие, как вот этот Давайте я проведу вам экскурсию по парому Ну, первое, что вы делаете, въезжаете на паром, вернее, вообще самое первое, это вы там, еще на берегу, встаете в очередь Линии на парковке, первая, вторая, третья, все размечены цифрами Сначала все заполняют первую, потом вторую, третью и так далее Соответственно, и на паром въезжают, сначала все из первого ряда, потом из второго, из третьего и так далее Здесь на пароме, если машин много, то специальный человек утрамбовывает их и заставляет встать ближе друг к другу Но сейчас у нас паром полупустой, поэтому каждому разрешили встать как угодно На каждом пароме, кроме парковки, есть еще и кафе, и зал ожидания, и я вам их сейчас покажу А машину можно оставить здесь Кстати, не обязательно уходить из машины, вы можете сидеть в машине все это время А можете пойти перекусить в кафе Ну и здесь прям не кафе, а целая столовая Можно купить бутерброды, можно купить горячие блюда Можно купить сладости, газировку, все что хочешь В общем, пока едешь на пароме, можно полноценно перекусить Этот паром очень большой, и здесь сразу несколько залов ожиданий Дело в том, что на паромах путешествуют не только автомобилисты Многие люди путешествуют по Норвегии на автобусах И представляете, сразу несколько автобусов подходят сюда, к пристани Люди выходят, по 40 человек из каждого Конечно, нужно где-то разместиться Поэтому здесь так много залов ожидания Иногда от одной пристани отходят сразу два парома в разных направлениях Вот этот соседний с нами паром, он тоже вместе с нами стартанул, но идет в другой город Вообще все происходит очень быстро и плавно Паром быстро подходит, машины моментально выезжают, заезжают новые Он закрывает двери и отчаливает Причем настолько мягко, что вот я сейчас поднялся на верхнюю палубу Я даже не чувствовал, что мы уже начали движение А оказалось, мы уже почти вышли в открытый фьорд Ну, практически на каждом пароме есть открытая смотровая площадка Где можно посидеть, если погода хорошая, или постоять И наслаждаться поездкой Ну, если на улице плохая погода, то лучше зайти внутрь Причем двери, которые ведут внутрь, они очень массивные Именно из-за того, что погода бывает не очень легкой Соответственно, открывать руками их практически невозможно Поэтому всегда стоит кнопка, нажимаешь кнопку Сим-сим, откройся Мы наконец-то в Бергене У нас был очень тяжелый и длинный день Очень насыщенный и невероятно красивый Мы видели столько красоты сегодня Какую в обычной жизни за год не всегда увидишь Но после этого мы много-много ехали И вот мы приехали Мы в Бергене и завтра целый день мы проведем в этом чудесном норвежском городе 14-й день и, по-моему, сегодня у нас экватор Потому что вообще наше путешествие должно быть около 28-30 дней Так что либо сегодня, либо завтра у нас половина И мы сегодня в Бергене целый день будем гулять по этому чудесному разноцветному городу И, надеюсь, дойдем до рыбного рынка Где попробуем кита Я поем и пойду Берген — это бывшая столица Норвегии Это сейчас он кажется маленьким городком А раньше это был настоящий мегаполис Куда стекались купцы со всей Европы И именно здесь был форпост знаменитого Ганзейского союза Это что-то типа современного ВТО Здесь по этим домикам можно проследить историю Вначале были небольшие склады Они были на первой линии А дальше их уже стало не хватать И город начал развиваться дальше К этим складам стали пристраивать одно здание за другим Они стали расти вверх Для того, чтобы товары попадали на второй и третий этаж Сверху были вот такие вот лебедочки Которыми зацепляли товар здесь снизу И поднимали наверх Вообще, представляете, какой здесь был шум и гам Когда здесь был Ганзейский союз Здесь все кипело, товары ходили туда-сюда Но, честно говоря, и сейчас здесь эти дома продолжают выполнять ту же самую функцию Сейчас в них огромное количество туристических и сувенирных магазинов Так что торговля здесь процветает Этот музей в 1872 году открыл один норвежский купец Он увидел, что ганзейская культура уходит в небытие И решил таким образом сохранить память о ней В этой комнате купцы собирались для того, чтобы пообедать и поужинать Ужинали и обедали они вместе Им же было запрещено разводить огонь и готовить у себя в домах Поэтому там они только завтракали А на еду приходили сюда И здесь уже все вместе обсуждали все свои насущные проблемы Питались купцы в основном капустой Поэтому в этой комнате музея очень много капусты Но она не настоящая Это все копии Так же, как и вот это вот здание Потому что все сгорело А это просто восстановили по картинкам, по памяти По тому, как на тот момент владельцы музея думали, это могло выглядеть Так что здесь все не настоящее Ну, если дома готовить нельзя, то как же быть? Ганзейские дома строили в одну линию Обычно несколько домов рядом И вот у каждой такой линии была одна общая кухня Здесь вот как раз она реконструирована В этой общей кухне был длинный-длинный костер Здесь была жертва, на которой висело сразу много котелков И у каждого дома или у каждой семьи был свой котелок, где они себе варили еду Здесь у каждого был свой верстак, где они нарезали фрукты, овощи и всю остальную еду Готовили, а потом поднимали вверх в общую комнату И уже вместе со всеми остальными садились для того, чтобы есть Но каждый при этом ел свою еду Ганзейским купцам категорически запрещалось общаться с норвежскими женщинами Делалось это по двум причинам Ну, во-первых, чтобы они не разглашали коммерческую информацию А во-вторых, чтобы, не дай бог, купцы не влюбились в этих женщин Не дай бог, у них появятся дети, семья И тогда в этом случае купец после смерти вынужден будет оставить все свое имущество норвежской женщине А ганзейцы этого очень не хотели Они хотели, чтобы все оставалось внутри их союза Поэтому они таких нарушителей изгоняли из своего общества Предварительно конфисковав у них все имущество В Норвегии есть очень необычное развлечение Вам выдают мусорное ведро, весло и каяк И вы можете пойти покататься на каяке по акватории А заодно собрать мусор Это то, чем я сегодня буду заниматься Главное не упасть У меня есть вот такое специальное приспособление Которым я буду вылавливать мусор из воды А для чего эта бутылочка? А для чего это бутылочка? А, окей А здесь у меня вот такая вот самодельная бутылочка Это для того, чтобы этот мой инструмент не утонул То есть, если что, он будет плавать Я смогу к нему подгрести и вытащить его Чтобы он сам не стал мусором Ну, пока что у меня в мусорном ведре только камера Я ее сейчас закреплю здесь И пойду ловить мусор Что, мне дали каяк? Выхожу в открытое море Не врезаться бы к никуда Надеюсь, охота будет удачной И я найду мусор Так, мне кажется, я вижу первый мусор Пошел в атаку Сейчас, если с волнами справлюсь То я до него доплыву Это оказался не мусор Это оказался просто маленький кранец Который здесь висит в воде намеренно То есть, его отсюда забирать не надо Тут так чисто, что мусор пока найти не могу Представляете, этой услуге всего лишь 3 месяца Но за эти 3 месяца ей воспользовалось 300 человек И собрали 300 килограммов мусора из этой акватории А теперь самое главное Это все бесплатно Вы не платите за то, чтобы покататься на каяке Вы расплачиваетесь тем, что собираете мусор И это выигрышная ситуация для тех, кто дает вам каяк Потому что после вас они будут здесь жить В чистой акватории без мусора Ой, все болит вообще Сидеть там, конечно, с крючем неудобно Все затекло Попа мокрая, ноги мокрые А мусор Ничего Все было чисто Единственное, что там есть Это Звук от нашей камеры В этой комнате собран мусор, который они собрали в этой акватории всего лишь за 3 месяца Ну, в основном это либо какие-то остатки канатов Либо пластиковые бутылки И их тут больше всего Либо куски пенопласта И пенопласт это самое опасное для рыбы Потому что маленькие шарики пенопласта откалываются, отламываются, отрываются от большого куска Плавают в воде И рыба думает, что это еда Она их проглатывает И они уже навсегда остаются внутри рыбы И если она их съест достаточно много, она умрет Чтобы вовлечь детей в сбор мусора И привить им любовь к чистой и нетронутой природе Здесь из мусора делают картины То есть дети могут взять кусочки мусора, которые нашли в океане И собрать из них какую-то картину Вот, например, здесь мы видим человечка Это очень интересный, я считаю Отличный подход А еще что тут есть интересного Представляете, вот обычный скраб, который многие из вас используют для того, чтобы почистить свою кожу Внутри то, чем вы чистите кожу, это кусочки пластика Это маленькие микрокусочки пластика Смотрите, здесь этот скраб прогнали через фильтр для кофе И мы видим, сколько мелкого пластика осталось А ведь этот пластик, который уходит прямо в канализацию и потом попадает в океан Это то, что будет есть рыба Поэтому, когда вы чистите кожу скрабом Не забывайте Вы убиваете рыбу Пятнадцатый день Сегодня нас ждет неизвестность Потому что сегодня мы поедем по той дороге И в такое место, где я раньше еще не бывал Так что сегодня у нас будет адвенча Но в конце, я знаю, мы должны будем подняться на гору С невероятно красивым видом А ночевать мы сегодня будем Пола Вот начало тропы на Химакану Смотрите, достаточно крутой подъем вообще-то Тут, как обычно, информация О, а смотрите, здесь лежат палки Можно, наверное, взять Специально лежат Можно взять и использовать как walking stick с собой Смотрите, тропа размечена красными точками Чтобы точно не заблудиться Так, тут тропинка дальше перекрыта И, смотрите, объявление Осторожно, бык Чувствую себя, как на кориде Тореадором Мне сказали, что подъем занимает где-то час-полтора Ну, посмотрим, за сколько я поднимусь сюда Тут прям настоящая дорога Из булыжников Вымощенная Давайте, пока я поднимаюсь вверх Я расскажу вам легенду о Химакане Пошли А легенда гласит следующее Когда в Нестранде Это деревушка у подножия этой горы Решили повесить колокол на колокольню в церкви То стали думать, где взять деньги И тут же вспомнили про Химакану Женщину-тролля, которая живет на этой горе И пошли к ней за деньгами Люди пошли вверх по этому лесу По этой тропе И пришли к Химакане И говорят Дорогуша, мы хотим колокол новый на колокольню Дай нам денег У тебя аж много Что, тебе жалко, что ли? Она говорит Ну, знаете, вообще денег у меня действительно много И мне вообще не жалко Но есть одна проблема Я ненавижу звук колокола Я вам денег дам, но только при одном условии Что до моей смерти Вы звонить в этот колокол никогда не будете Согласны? Люди такие подумали-подумали Почесали репу и говорят Согласны Прошло несколько лет И люди действительно не звонили ни разу в этот колокол А потом случилось несчастье У местного священника умерла дочь Он настолько расстроился, обезумел Что забыл о своем обещании И позвонил в колокол Было раннее утро Химакана у себя в пещере На вершине горы На кухне готовила рисовую кашу на завтрак У нее было отвратительное настроение Дело в том, что Когда она начала готовить кашу Она взяла свою кастрюлю А все кастрюли у нее были начищены до блеска Она увидела свое отражение в этой кастрюле И увидела, что у нее на носу за ночь Выскочил прыщ Она была жутко расстроена В плохом настроении И вдруг Вдруг она услышала звук колокола Который никогда до этого не слышала Она настолько разъярилась Что схватила котелок с кашей Выскочила на край скалы И метнула этот котелок прямо в деревню Тут ближе к вершине Уже лес поредел Ветер Становится холодно Я утеплился Осталось вроде недалеко С дренажом Это чтобы когда сезон дождей Не грязно было идти Поднарвежься Обо всем подумали Дошел Вот отсюда хорошо видна Вот эта деревня Хемстед Куда Химакана метнула Свой котелок с рисом Но она знаете что случилось Она забыла Что троллям нельзя выходить На солнечный свет Потому что тролли могут выходить Из своих пещер только ночью И когда она в ярости бросила Свой котелок Она окаменела Потому что солнышко светило Как сейчас И поэтому Если посмотреть на эту скалу Оттуда Мы вам сейчас это покажем С коптера Вы увидите Что тут Прямо силуэт ее лица В скале закаменел Удивительно Удивительно Но даже в наше время В 21 веке Некоторые люди Продолжают верить В эти легенды Здесь на вершине горы Стоит ящик Похожий на почтовый Он закрыт Но без замка И если его открыть То там внутри Лежит книжка На самом деле Тетрадка И там еще есть ручка В этой книжке Можно записаться Поставить дату И свое имя Чтобы все знали Кто когда здесь был Смотрите Тут 11-е, 08-е 16-е, 08-е Очень много туристов Ой Представляете 4-го, 10-го Сегодня 5-е число 5-е октября Вчера книжка закончилась Последняя страничка На ней закончилась То есть я не смогу Разве только что Давайте я на обложке напишу Значит я пишу 5-го 10-го 19-го Все Ой Я забыл Как новым пишется Ну все Теперь мы Закончили Эту главу Местной истории Знаете как В моем детстве Ходили в походы Я брал большой Круглый рюкзак Он был тяжелый Сделанный из военного брезента И абсолютно неэргономичный Все что в него положишь Всегда врезалось тебе в спину Я клал туда Металлические алюминиевые ложки Вилки Тарелки Посуду Котелки Все брали с собой Еще брали с собой палатку Обычно это была огромная палатка Сразу несколько человек И кто-то один назначался Человеком Который будет ее нести А знаете как сейчас ходишь в походы Я приехал на автомобиле С маленьким рюкзачком Палаточка у меня уже стоит Там тепло Там кровать Там есть свет И электричество И еще Алюминиевые ложки И миски Я в этот поход с собой Не взял Не надо Такс Посмотрим Что там внутри моей палаточки Тут двойные двери Есть сеточка от комаров Но я думаю она особо не нужна Комаров то здесь нету Такс Давайте посмотрим Что тут есть Тут 4 кровати На каждой полотенце Дело в том что здесь в соседнем здании Есть нормальный человеческий душ И туалет Куда можно ходить Здесь есть свет Здесь есть электричество Есть холодильник И есть обогреватель Вы знаете что такие кемпинги Сейчас называются глэмпинги Это от двух слов Гламурный кемпинг Сидели два слова Получилось глэмпинг Так что я сегодня буду ночевать Гламурненько Осталось только выбрать На какой кровати спать Лепота Представляете У моей палатки Есть даже веранда С видом Шестнадцатый день И сегодня нам предстоит Восхождение На одну из самых известных Достопримечательностей Норвегии На Прикистулин Прикистулин Такое же красивое название Как скажем Маньпапунер Или Ээфедэйкудль И место это Ничуть не уступает Этим по красоте Это одна из главных Достопримечательностей Норвегии Правда чтобы добраться до нее Мне нужно будет Минимум два часа Ползти в гору Но я к этому готов Длина трека наверх Около четырех километров Чуть меньше Начинают все вот отсюда Здесь парковка Можно оставить свою машину А дальше Два часа Ну или дольше Или за сколько сможете Идете вверх Сейчас еще утро И весь туристический поток Направлен наверх То есть все идут в гору А где-нибудь через час И через два Ситуация изменится Те кто побывали на вершине Начнут постепенно спускаться И здесь начнется Двустороннее движение Ну основной набор высоты Я уже сделал Сейчас вышел На практически ровное место Мне нужно дойти Вон за ту гору И все Тут уже практически По ровному Осталось Около четверти пути Здесь наверху Уже лед Температура отрицательная Я подмерз Решил утеплиться Из-за льда Здесь уже очень скользко И пробка Люди пытаются пропустить Друг друга Но не все Такие вежливые Как я А некоторые Просто падают Вот это вот место В Норвегии Называется Прикистулин И это одна из самых Известных Норвежских достопримечательностей Если вы наберете В интернете Достопримечательность Норвегии Или Прикистулин То вы тут же Увидите огромное количество Красивых фотографий Этого места Место действительно Красивое Но насладиться Этой красотой Не просто Ведь здесь Огромное количество Туристов Вы смотрите Они здесь даже Выстраиваются в очередь Для того чтобы Сделать себе фотографию Психологи Недавно заявили О появлении Нового синдрома Так называемой Туристической депрессии Это когда человек Хочет куда-то попасть Сремится туда Мечтает об этом месте А потом попадает И разочаровывается Специалисты даже Составили рейтинг Самых разочаровывающих Достопримечательностей Нашей планеты Некоторые туристы Восхождением На Прикистулин Не ограничиваются Они отсюда прыгают Представляете Уже 30 тысяч Бейсджамперов Спрыгнуло отсюда Прямо во фьорд Когда идешь сюда На Прикистулин По этой тропе Это финальная часть маршрута То ты даже не знаешь Что на самом деле Эта скала Надвисает Над пропастью Ты идешь И думаешь Ну нормально Вроде по твердому иду А на самом деле Практически по воздуху Видите Всех этих людей Большинство из них Ползло сюда наверх Ради того Чтобы вначале Отстоять очередь А потом в конце Сделать себе Фотографию На краю Для соцсетей Ну я такую фотографию Делать не буду Я все таки Здесь уже третий раз У меня уже есть Поперек всей скалы Идет глубокая трещина Она отделяет скалу От основного горного массива Геологи утверждают Что это безопасно И что в ближайшее время Скала не обрушится Но кто его знает Посмотрите Трещина-то Широкая и глубокая Ну я хочу ответить Людям Страдающим Туристической депрессией Я надеюсь Что вам уже есть 16 лет И вы меня поймете Представьте Что вы занимаетесь сексом И в конце Вы получаете оргазм Оргазм может быть разным Может быть яркий Большой А может быть Ну так себе Но это же все равно оргазм Значит вам уже повезло Вот достопримечательность Это как оргазм Да, вы ее увидели Но он может быть Ну не очень проходным Но ведь вспомните Ведь в сексе Не оргазм Не самое главное Главное Процесс Главное Как вы к этой достопримечательности Идете Как Что вы испытываете На этом пути Так что Пожалуйста Не страдайте Туристической депрессии Лучше Дрочите Даже если вы никогда Не слышали слова Претестулин Вы наверняка Видели уже эту скалу И сейчас думаете Что же нам не напоминает Где же я ее видел А видели вы ее В финальной сцене Последней миссии Невыполнима С Том Крузом Именно на этой скале Хотя по сценарию Она находится в Непале Но на самом деле Снимали здесь в Норвегии Так вот именно на этой скале Том Круз висел А вертолет его разбился Я вам настоятельно рекомендую После того как вы сделаете Фотографию для соцсетей На обрыве Претестулин Не уходить сразу назад Здесь много камней На которых можно посидеть Выпить чаю И перекусить что-нибудь Не забудьте только взять это с собой Добраться сюда легко Можно добраться Либо на автобусе Из ближайшего города Он ходит регулярно Либо на автомобиле Просто вбейте в навигатор Претестулин И он вас приведет на парковку А дальше Два часа пешком И вы здесь Красоте 17-й день И сегодня Мы держим путь В Ставангер Это второй по величине Гор в Норвегии И мы поедем Кататься Крис по Фьорту Именно по тому Фьорту На котором вчера Мы стояли На вершине Претестулин Вот это вот Норвежская Альтернатива Бензоколонки Это электрозаправка Такие автоматы Стоят практически На каждой парковке В Норвегии А все потому что Норвегия Лидер по количеству Электромобилей До недавнего времени Заряжаться здесь Можно было вообще Бесплатно Сейчас плата Символическая 50 рублей за час зарядки То есть Для того чтобы зарядить Полный бак В зависимости от мощности Вашего автомобиля Вам понадобится От 250 до 500 рублей Что по местным меркам Просто копейки А еще Владельцы электромобилей Освобождаются От транспортного налога И парковаться могут Бесплатно Я сейчас нахожусь В норвежском городе Ставангер Это нефтяная столица Северной Европы Каждый день Здесь добывают Более полутора миллионов Баррелей Черного золота То есть нефти И прямо сегодня Я расскажу вам Невероятно интересную историю О нефти И о том Как ее добывают Началось все в 58 году Тогда приняли Женевскую конвенцию По морскому праву Которая дала право странам Исследовать свою акваторию На предмет Полезных ископаемых Все страны У которых есть выход в море Тут же начали это делать В том числе и Норвегия Здесь создали комиссию Во главе с главным Геологом страны И была тогда Такая должность у них И эта комиссия Очень долго Все там исследовала Но в итоге Пришла к выводу Что на территории Норвегии Нефти нет Там была такая формулировка Любую возможность Наличия нефти В Норвегии Нужно исключить Через некоторое время В соседнем Голландии Нашли газ И начали его Там добывать Приехала Американская компания Нефтедобывающая Посмотрела на это все И сказала Мы думаем Что в соседних водах На севере У Норвегии Тоже должна быть нефть После этого Американцы Приехали в Норвегию К норвежцам Естественно И сказали Ребят Давайте мы у вас тут Поищем нефть Хоть вы считаете Что ее нету Но если найдем Вы нам отдадите Эксклюзивные права Норвежцы Повели себя очень умно Они сразу ничего не ответили Они начали футболить Их из одного министерства В другое В итоге Дофутболили До юридического отдела МИДа Где сидел Молодой 27-летний юрист Когда к нему пришли Американцы Он сказал Ребят Заходите завтра Это завтра Растянулось на несколько лет Но в итоге Когда американцы пришли Он им дал ответ Он сказал Вначале Мы создадим законодательную базу После этого Будете После этого Приходите Будете все тут исследовать И он Придумал закон Который состоит Всего лишь из пяти строчек Но основная идея его В том Что все Что будет найдено На территории Норвегии И в норвежских водах Принадлежит Норвегии После того Как закон этот был принят Всю акваторию Разделили на территории Лоты И стали разным компаниям Предлагать вести там добычу В том числе Пришла эта американская компания Она подписала контракт С норвежцами О том Что они пробурят Три скважины Для того Чтобы понять Есть здесь нефть Или нет В итоге Они начали бурить Пробурили первую Пустая Пробурили вторую Пустая Дальше они Подумали Наверное Действительно Здесь нефти нету И хотели уже уезжать Но прочитали контракт И оказалось Что им придется заплатить Очень большую неустойку Если они третью скважину Не пробурят В итоге Они решили ее пробурить И она Дала Нефть Произошло это все 23 декабря Прямо перед самым Рождеством Служащий министерства Уже уходил домой Когда услышал Телефонный звонок Он вернулся в кабинет Снял трубку А ему сказали Мне кажется У нас есть Месторождение Таким образом Норвегия Получила Прямо под Рождество Колоссальный Рождественский Подарок Нефть Нефть Продукт органический То есть Где-то когда-то Много-много лет назад Водоросли Упали на морское дно Много водорослей Начали перегнивать И в итоге Они превратились в нефть Ну Большинство этой нефти Просто рассеялось Растворилось И улетело Но если эта нефть Попала в какую-то ловушку Так называемую Нефтяную ловушку То она там осталась Как выглядят нефтяные ловушки Ну обычно это Трехслойный пирог Сверху и снизу Какие-то породы Которые не пропускают нефть А посередине Песчаник Песчаник Это очень пористая порода Которая очень хорошо В себя напитывает нефть Представьте себе Ведро с картошкой В которое вы вылили воду Вот это примерно Ведро с картошкой Это песчаник А вода Это нефть Которая в нем сохраняется И сейчас Задача геологов Найти такие ловушки И вытащить оттуда нефть Пойдем расскажу Как эту нефть ищут Как ищут нефть По океану Плывет корабль И тащит за собой Акустическую платформу Это некая антенна Которая улавливает звуки Дальше происходит разряд С помощью вот такого Специального акустического снаряда Когда я сейчас нажму Будет громко Ничего не произошло Но обычно происходит И звуковая волна Уходит вниз И потом возвращается Но это сонар По большому счету И с помощью отраженной волны Ученые делают предположение О том Что там на дне Есть там какая-то пустота В которой может скопиться Нет или нет И если есть То начинают бурить А дальше на это место Приплывает Специальный корабль-бурильщик И бурит первую скважину Если нефть есть Ее начинают добывать Дальше все зависит От глубины Если не очень глубоко Ну метров 200-250 То нефтеплатформу Строят прямо на морском дне А если глубоко То используют Плавучую нефтедобывающую платформу То есть она никак не связана с дном Она все время плавает У нее много мощных двигателей Которые позиционируют ее На одном и том же месте С помощью спутниковой навигации А последний писк моды Это подводные буровые установки Такую установку Собирают на морском дне От нее отходит нефтепровод Прямо От нее отходит нефтепровод До перерабатывающего завода И там уже никого нету Она полностью в автоматическом режиме Работает и добывает нефть Кстати Последний писк моды Это подводные станции Представляете Вот такую буровую установку Собирают под водой На морском дне Оставляют там От нее уже отходят трубопроводы По которым идет нефть И все Сверху вообще даже ничего не видно Вы даже не знаете Что там под водой Качают нефть Одна из центральных экспозиций музея Посвящена трагедии Которая произошла на платформе Александр Хиллан В 1980 году И унесла жизни Сто двадцати трех человек Платформа была из двух блоков Первая Это нефтедобывающая платформа Она была стационарная И стояла на морском дне А второй Жилой блок И он был плавучим Он был соединен Двадцати пяти метровым мостиком С нефтедобывающей платформой И он был на пяти больших понтонах Это остатки одного из этих понтонов Шторм его просто разорвало Как тонкий лист бумаги Платформа осталась на месте Стационарная А жилой блок Это представьте себе Ну как гостиница Многоэтажное здание Он начал заваливаться Так как одного понтона не стало И потом перевернулся А внутри были люди К сожалению 123 человека из них умерли Но некоторым удалось спасти Спастись Они смогли доплыть до стационарной платформы И вылезти на нее В наши дни Действия нефтяников В нештатных ситуациях Доведены до автоматизма Они постоянно тренируются На разных тренажерах Например У них есть такое упражнение Нужно в абсолютно темной комнате Без света В комнате, где постоянно Воют сирены И слышны какие-то радиопереговоры Быстро найти выход Сначала, конечно, не получается Но через некоторое время Начинаешь находить этот выход За считанные секунды В конце позапрошлого века На территории современной Норвегии Было около 30 разрозненных королевств Какие-то из них были большие Какие-то маленькие Какие-то богатые Какие-то бедные Но в каждом был король И вот однажды король По имени Харальд Прекрасноволосый Он был королем Маленького бедного королевства Решил жениться На богатой принцессе Из соседнего большого королевства Но принцесса была с характером Она сказала Знаешь, дорогой Я замуж За какого-то бедного короля Выходить не буду Вот станешь королем Всей Норвегии Тогда и поговорим Харальд подумал А ведь я действительно могу И стал объединять Норвегию Какие-то королевства захватил Какие-то присоединил С какими-то договорился Но в итоге он объединил Все королевства Кроме двух Это были два богатых королевства Находящиеся на территории Современного Ставангера И там были свои короли И вот Харальд Прекрасноволосый Приплыл сюда В этот фьорд На своих кораблях И сразился С этими двумя королями И победил обоих После чего Его признали королем Всей Норвегии А сам он женился на принцессе Спустя тысячу лет После этой битвы Норвежский монарх Холов пятый Установил эти мечи Здесь Как символ той битвы И как символ того Что норвежцы Свои мечи Как в ножны Убрали И больше их использовать Не будут Норвежцы Это теперь Мирная нация Сегодня я отправляюсь В круиз По норвежскому Лисю фьорду Это именно тот самый фьорд Который открывается С прикистулина Переводится как Светлый фьорд Должно быть Невероятно Красиво Чтобы выйти из порта Ставангера Нужно вначале Пройти под Очень красивым мостом Прям завораживающая картинка А там сбоку На берегу Домики Ну прям Как игрушечные В Норвегии Все очень сильно Зарегламентировано Ну например У них есть закон О всеобщем доступе К природе Который действует С 1957 года Он гласит Что любой человек Имеет доступ К любому месту В Норвегии Но если это частная территория Есть определенные ограничения Например Вы не можете там Срывать цветы Рубить деревья Оставлять мусор Но наслаждаться природой Пожалуйста Кстати Если я захочу Остаться Прямо здесь Я могу это сделать По норвежским законам Я могу разбить палатку В любом месте страны Главное Чтобы она была Не ближе Чем 150 метров До ближайшего Жилого здания Ну и есть еще Несколько ограничений Например В туалет Я смогу ходить Только в специальные места Отмеченные маркерами Вообще Я очень много путешествую По миру И практически В каждой стране Есть какие-то Свои правила И иногда Они очень странные А вот это приспособление Похоже на подводную лодку На самом деле Тоже садок для лосося Проблема лосося в том Что он выпрыгивает Из обычных садков То есть обычно Как выращивают лосося Ставят такой бассейн Как сетка И он там растет Но в какой-то момент Он решает выпрыгнуть И упрыгивает оттуда Так вот В прошлом году Выпрыгнуло более 3000 рыб Из таких садков Что бы этого не происходило Стали строить Вот такие подводные лодки Закрытые сверху Вот это вот расщельно Называется Разбойничья нора Легенда гласит Что в свое время Контрабандисты Убегали от шерифа По этому фьорду Спрятались туда Но шериф их заметил Он стал за ними Заезжать сюда Но они уже успели Немножко подняться вверх И они стали кидать Него камнями И тогда шериф подумал Да бог с ним С этими налогами И убежал С тех пор Это расщельно И называется Разбойничья нора Ну я бы ее назвал Ущелье контрабандистов А еще Вот там вот Висит Маленький Зеленый Почтовый ящик Никто не знает Для кого Они вообще говорят Что это ящик Санта Клауса Мы сейчас В течение Пяти минут Пытались выяснить Какой день 16 или 17 Залезли в компьютер И поняли Что 18 18 день Мы покидаем Ставангер И едем в Осло Сегодня нам предстоит Длинный переезд 19 день Мы в Осло И сегодня мы отправимся Во-первых В гости к Санта Клаусу А во-вторых Посетим Корабль Фрам Это именно тот самый Корабль Который Вморозили Там в Арктике В надежде Что его пронесет Через Северный полюс Но этого Не вышло Пригород Осло-Дребок Норвежцы называют Рождественской деревней Потому что по легенде Именно в этой деревне Родился их Национальный Дед Мороз Которого зовут Юлия Нисон И именно в этой деревне Есть почтовое отделение Из которого Можно послать ему Открытку С пожеланиями И он Эту открытку Обязательно Прочтет А пожелания Ваши Исполнит Так что я Прямо сейчас Иду писать письмо Деду Морозу Так Это письмо Из Израиля Это Непонятно Откуда Так Откуда еще есть Миннесота Испания Ижевск Даже из Ижевска Здесь В этом почтовом отделении Собрано 25 тысяч Открыток И писем Деду Морозу Если почитать Открытки Не вскрывая писем То в принципе Все желают Практически Одно и то же Ну на первом месте Конечно Это игрушки На втором Это мобильные телефоны А на третьем Ну фраза типа Знаешь дорогой Дедушка Мороз Мне подарки не нужны Можно просто Деньгами Так Здесь есть много Разных открыток Ну допустим Выберем эту Открытка стоит 17 крон То есть где-то 120 рублей Не жалко Напишу письмо Дорогой Юлинисен Так Осталось подписать Юлинисен Дробок 1440 Дробок Все Теперь мне надо Поставить печать Сейчас Так Мою открытку Зарегистрирую Стэмп Я имею в виду Стэмп Я не нужна Стэмп Или нет Нет Пойду отправлю Тут есть специальный ящик Для Деда Мороза Ну все господа зрители Теперь ждите На этот новый год Каждому из вас Местный норвежский Юлинисен Пришлет конвертик С вашей годовой зарплатой И не благодарите Невероятные вообще игрушки Здесь елочные Продаются Такие красивые Интересно Кто из этих двоих Снегурочка О, а может это норвежская Снегурочка Тут еще второй этаж есть Снегурки-то уже подмерзли Похоже Смотрите Щечки красные Какая кружечка С крышечкой Приклеена Приклеена изолентой Но я думаю Что именно из такой кружечки Нужно пить горячее Какао С зефирками Может она там налита Если это их Дед Мороз Юлинисен То наш Точно круче Ну По крайней мере Наш не бухает Этот корабль Называется Фрам По норвежки Это означает Вперед Именно на нем В 1911 году Норвежский полярник Руал Амундсен Совершил свое первое Плавание В Антарктиду На тот момент Это был единственный корабль Способный дрейфовать В трехметровых льдах За свою историю Фрам два с половиной раза Обогнул земной шар Совершил три успешные экспедиции К полюсам И должен был отправиться В четвертую Но к 1914 году Уже достаточно сильно Обветшал И Амундсен Принял решение Строить новый корабль Фрам Легендарное судно Его именем названо Несколько географических Объектов на карте Включая кратер на Марсе Путешественники утверждали Что это самое крепкое судно Из когда-либо построенных Но конечно с тех пор Много что изменилось Началось все с американской Неудачной экспедиции Американцы прошли через Берингов пролив В надежде достичь Северного полюса С помощью южного течения Которого на самом деле Не существует И их корабль утонул Но через три года Обломки этого корабля Нашли около берегов Гренландии Что сдало предположение Что есть какое-то течение Или как-то движутся льды И можно вморозить свой корабль Здесь И его пронесет Вместе со льдами Через Северный полюс Этим решил воспользоваться Нансен Для того чтобы осуществить Свой замысел Нансен заказал Специальный корабль Раньше все корабли Были плоские Из бортов И с большим килем Но такой корабль Не подходит для дрейфа Во льдах Потому что Плоские борта Означали бы что льды Сожмут его с боков И раздавят А киль Означает что если корабль Начнет Немножко крениться То льды могут его перевернуть Поэтому он заказал Специальный корабль Абсолютно яйцевидной формы Абсолютно круглый Без киля И с круглыми бортами Таким образом Он рассчитывал Что если лед Начнет сдавливать корабль Его просто Вытолкнет на поверхность И его расчеты Оправдались Здесь в музее Есть так называемая Холодная комната Это комната В которой минус 12 градусов Для того чтобы посетители Особенно летом В шортах В иголочках Могли почувствовать Хотя бы примерно то Что ощущали Полярные исследователи Здесь двойные двери Чтобы холод не выходил Поэтому пока Эта дверь не закроется Дальше нельзя пройти А дверь закрывается Через 30 секунд Все Теперь можно идти дальше Свежо Здесь вообще Воссознано Палуба корабля Который постоянно Качается Представляете Корабль то был Круглой формы И если он В льдах Еще был стабилен То когда они Проходили через океаны Это был кошмар Потому что Из-за отсутствия Киля и круглой формы Корабль мотыляла Во все стороны И приходилось Привязывать все Включая сотню собак На верхней палубе Качает шторм! И выход в виде ледяного лабиринта. Уже там холодно, хочется побыстрее выскочить. А нет! Сначала попетляйте по ледяной пещерке. Когда в детстве я слышал рассказы о Кантике, мне он казался маленьким плотиком. Но на самом деле это достаточно большой плот. Я сейчас в Норвегии в музее этого плота, и вот он здесь стоит, настоящий. Именно на этом плоту легендарный норвежский путешественник Турхейрдалт проплыл 7 тысяч километров от Южной Америки до Полинезии. Кантике – это имя главного божества древних инков. Он был покровителем солнца. И его изобразили на парусе. Плот построили по древнему методу инков. Взяли 9 огромных бальцевых бревен и связали их вместе веревками без единого гвоздя. Бальцевое дерево очень легкое. Посмотрите, оно практически ничего не весит. И оно может не тонуть в воде около двух лет. А мачту и руль, наоборот, сделали из мангрового дерева, которое тяжелое и тонет в воде. Выходить в открытый океан на таком плоту было, мягко говоря, небезопасно. Чиновники Полинезии даже заключили между собой пари. Выживет ли команда Турхейрдала или нет? Всю свою экспедицию Турхейрдал снял на пленку. И в 1952 году фильм о его путешествии выиграл премию Оскар. Это путешествие сделало Турхейрдала известным всему миру, но не стало его единственным приключением. Ладно, пойду за едой. Началось волшебное шоу. Би-би! Так-так-так-так-так, не так быстро! Хрюшка! И знаменитый памятник Копенгага. Кактус-милашка. Передайте за проезд. Мне кажется, я знаю, кому я его могу подарить. Поэтому я хожу зигзугами. Пародия на Ван Гога. Христиания байкс. Ой! Блин, он занозу посадил. Кажется, тут кто-то утонул. Ням-ням! Очень хорошо. Очень вкусно. Очень вкусно. Ты ровно в центр глубокой лужи встал. Би-би! А это что за пи-би-би? Еще хочу. Не запищал. Бюджет, знаете ли, поездки. Экономим. Тут холодно.